МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доказательные полеты сверхзвуковых лайнеров англо-французского «Конкорда» и советского Ту-144. Парижские газеты пестрят заголовками «Битва суперсоников в небе Лебурже». Так на Западе называют сверхзвуковые самолеты. «Конкорд» уже закончил свою летную программу. Теперь очередь Ту-144. Лайнер на малой высоте проходит перед трибунами. Вдруг включает форсаж двигателей и круто уходит вверх. На высоте 1200 метров машина переходит в горизонтальный полет, затем неожиданно резко опускает нос и устремляется к земле. В последний момент пилоты пытаются выйти из пикирования, но не выдержав перегрузки, самолет разваливается на часть. Эта катастрофа повлияла на всю дальнейшую судьбу Ту-144. В июле 61-го на Тушинском аэродроме проходит грандиозный авиапарад. Еще свежи эмоции по поводу звездной премьеры Юрия Гагарина. Как никогда крепка уверенность, что для стороны Советов не существует недостижимых задач. Появление в праздничном строю сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 воспринимается как должное, СССР – великая аэрокосмическая держава. Но у Хрущева пролет ракетоносцев вызывает прагматичный вопрос, обращенный к Туполеву. Андрей Николаевич, а ты вместо бомб смог бы людей возить? У генерального конструктора ответ готов. Его АКБ уже работает над проектом сверхзвукового пассажирского авиалайнера. Никита Сергеевич загорается этой идеей. Страна огромна, осваиваются северные и восточные регионы. Авиация не справляется с потоком пассажиров. Чтобы долететь на Дальний Восток, реактивному Ту-104 приходится делать две промежуточные посадки. Полет же на новом турбовинтовом Ту-114 длится 8 часов. Долететь на сверхзвуковой машине от Москвы до Хабаровска за 3,5 часа звучит заманчиво. Никита Сергеевич Хрущев, он очень уважал Андрея Николаевича Туполева. И было очень важно, что Андрей Николаевич сразу же сказал, что это не разработка нового самолета. Это подъем всего науки, техники, технологии, оборудования, систем на другой уровень. Важен и политический аспект. Сверхзвуковой лайнер будет представлять весомый аргумент в противостоянии двух систем – социализма и капитализма. И это главное. Европа первой включилась в гонку за сверхзвук. Великобритания представляет эскизный проект лайнера будущего. Суперсоник сотни пассажиров сможет пересекать Атлантику со скоростью 2000 км в час. Англичане понимают, что столь грандиозный проект в одиночку им не осилить, и вступают в альянс с Францией. В Париже подписывается соглашение о совместной разработке сверхзвукового лайнера. Слово «Конкорд» на французском и английском языках звучит по-разному, но означает одно и то же – согласие. Волна сверхзвуковой эйфории докатывается и до США. Частная авиакомпания «Панамерикан» объявляет о крупном заказе на будущее «Конкорды». Американцы покупают самолеты в Старом Свете. Это скандал. Уже через полгода после англо-французского соглашения президент Джон Кеннеди публично заявляет, правительство поддержит национальную авиапромышленность в создании сверхзвукового пассажирского самолета. Американский «Суперсоник» должен по всем параметрам превзойти европейского конкурента. А через месяц сверхзвуковая гонка берет Стар и в СССР. В июле 1963-го выходит постановление ЦК КПСС и Совета министров о создании конструкторским бюро Туполева сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Андрея Николаевича Туполева коллеги давно называют дедом. Ему 75 лет. Он еще полон сил и энергии. Но пора подумать о преемнике. Кандидат номер один – его собственный сын Алексей. Для Андрея Николаевича, вероятно, чрезвычайно важен был тот фактор, что он передал свою деятельность, свой успех, свое умение создавать самолет, передал следующему поколению. Туполев-младший трудится в ОКБ своего отца с 17-летнего возраста. В 32 он уже возглавляет отдел сверхзвуковых беспилотных летательных аппаратов. Туполев-старший считает, что сын имеет достаточный опыт для руководства проектом Ту-144. На совещании главных дед ставит вопрос о будущем преемнике. Вокруг Туполева целая плеяда достойных конструкторов, стариков, как за глаза называет их молодежь. Выбор Андрея Николаевича кажется им преждевременным. Но спорить с дедом никто не смеет. Только замгенерального Леонид Кербер открыто выражает свое несогласие. По его мнению, Алексей талантливый конструктор, но слабый руководитель и не обладает пробивной силой своего отца. Туполев-старший не терпит возражений. Леонид Кербер, отдавший авиации 40 лет, тут же пишет заявление об уходе и больше в ОКБ не появляется. Туполев прячет бумагу в сейф и продолжает выплачивать своему бывшему заму зарплату. Алексей Андреевич в 38 лет становится руководителем проекта Ту-144. Никогда еще туполевцы не сталкивались со столь сложной задачей. При длительном полете на сверхзвуки возникали проблемы, решение которых потребовало подключение авиационной науки. Для Центрального аэрогидродинамического института тема Ту-144 становится главной. Здесь проводятся продувки сотен моделей, чтобы выбрать оптимальную компоновку будущего лайнера. Наряду с уникальными аэродинамическими трубами ученые приспособили и детский воздушный шарик. Это не забава, а исследование движения воздушных потоков в салоне самолета. Плата за суперскорость – суперрасход топлива. Двигатели Ту-144 очень прожорливы. Становится ясно, что дальность полета будет существенно меньше требований правительственного задания. Но на этом этапе важно поднять машину в небо раньше Конкорда. «Главное – ввязаться в драку». Эти слова Наполеона были любимой поговоркой Андрея Николаевича Туполева. 2 июня 1973 года. Аэродром Лебурже. За 24 часа до катастрофы. Сегодня первый день показательных полетов. Выходные на авиасалонах – традиционный паблик-дэй. Специалисты уступают места простым зрителям, жаждущим острых впечатлений. Многие берут с собой кинокамеры. Наша гордость – Ту-144 – вызывает небывалый интерес. Это первая серийная машина. Она еще проходит испытания, но уже через год планируется выпустить ее на трассы аэрофлота. Так утверждают советские официальные лица. Первым взлетает «Конкорд». Серия эффектных маневров, заход на посадку, касание полосы. Но внезапно включается форсаж двигателей, и «Конкорд» круто взмывает в небо. Публика рукоплещет. На обычных пассажирских самолетах подобное сделать невозможно. Следующим взлетает Ту-144. Вот он проходит перед трибунами. Можно хорошо разглядеть крылышки в носовой части фюзеляжа. Это дополнительное горизонтальное оперение. Оно улучшает устойчивость самолета на малых скоростях. Крылышки вызывают особый интерес у иностранных специалистов. Но по сравнению с «Конкордом» Ту-144 ведет себя на малой скорости как-то неуверенно. Для нашей делегации эффектная демонстрация конкурента – полная неожиданность. Надо что-то предпринять. На карту поставлен престиж СССР. Вечером в гостинице проходит совещание. Штурман Георгий Баженов заходит к одному из членов советской делегации Евгению Горюнову. Подошел, я думаю, что же. Да, знаешь что, у них там такое идиот, что у меня голова. Думаю, пойду выйду хоть немножко, к вам хоть чуть-чуть развез. Я говорю, а что, что так поздно, почему не готовятся, им же завтра летать. Да они что-то там задумали. Понимаешь? Ну, я, говорит, не могу сказать. Сказали, чтобы никому не говорили. Но, говорит, что-то задумали. Но вернемся в середину 60-х. Смена руководителей страны не повлияла на проект Ту-144. Новый советский лидер Леонид Брежнев активно поддерживает Туполева. Строительство самолета находится под непосредственным контролем ЦК КПСС. Но наш авиалайнер опаздывает. 11 декабря 1967 года проходит презентация «Конкорда». Самолет первый раз выкатывают из ангара. «Суперсоник» выходит в свет. Но первый вылет из-за технических проблем задерживается. В это время налетную базу в подмосковный город Жуковский еще только перевозят отдельные части Ту-144. Его строят чуть ли не в центре Москвы, на Басманной улице, на заводе конструкторского бюро. Туполева с сыном каждый день видят в ангаре. Деду тяжело ходить, помощники носят за ним стул. Любимое место Андрея Николаевича – возле самолета. В США внимательно следят за противостоянием на Европейском фронте и готовятся нанести ответный удар. В прессе появляются сообщения. «Боинг-2707» с крылом изменяемой стреловидности будет сделан из титана. Америка создает авиалайнер, который доставит через Атлантику 300 пассажиров со скоростью 3000 км в час. Фантастика! Советский Союз обязан опередить Запад. Первый полет Ту-144 должен состояться до конца 68-го года. Это требования партии и правительства. И туполевцы делают все возможное, чтобы выполнить задание. Перед вами первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Наконец, где-то в 20-х числах декабря машина была готова к вылету. Но, начиная с 20-го декабря до 31-го декабря на аэродроме Раменская практически стоял туман. Ну, почти две недели выкатывали ее каждое утро на аэродром и каждое утро возвращались. Это просто была такая утомительная работа. И вот это вот постоянно нарастающее напряжение и наступающий Новый год. Все это создавали атмосферу вот такой вот тревожи и додрожи. Ну, так что? Будет или нет сегодня? Наступило 31 декабря. На счастье, погода несколько улучшилась. Андрей Николаевич Туполев выходит на связь с командиром корабля Эдуардом Еляном. Вот подлинная запись этих переговоров. Андрей Николаевич говорит! Алло! Слушаю, Андрей Николаевич! Слышу вас! Всем экипажам слышу вас! А вот давай поезжай с утром! А вот почему, Андрей Николаевич? Экипаж желает вам здоровья! Это меня в пути не забудь! Его не забудь? Слышь, я в пути не забудь! Хорошо, не забудем! Взлет был, проходил при таких ветерологических условиях, при которых вообще ни один опытный самолет до того не взлетал. Похожий на огромную хищную птицу, Ту-144 отрывается от земли. Машина быстро скрывается в морозной мгле, и только радиопереговоры экипажа с землей подтверждают, что с самолетом все в порядке. Полет длился 38 минут. Надо сказать, что самолет вел себя в воздухе прекрасно. Просто прекрасно. Потом говорят, что да, вот мы заходим на посадку. Он летит сюда. Где он летит? Не видно, где он летит. Все смотрят, глаза слезятся, никто не видит. Потом вдруг увидели, а? Две фары. Первый полет сверхзвукового пассажирского лайнера Ту-144 Большое победное средство Плечи свалилась с гора. Потому что все время прессов, что вот надо, 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 надо. Ночью не спишь, днем не спишь. Вдруг все, провал какой-то. Самолет слетал. Правда, ты понимаешь, что дальше задача еще не меньше будет. Вот на сегодняшний день, на сегодняшний день. Все. Месяцем раньше Андрей Николаевич отметил свое 80-летие. Полет Ту-144 стал лучшим подарком к юбилею. И конечку трогай И песню пути не забудь Сообщение о первом полете русского суперсоника ошеломило Запад. Конкорд обошли на финишной прямой. Французский лайнер взлетает спустя два месяца. 2 марта 69-го года. Спецслужбы объясняют успех советов кражей технических секретов. Пресса смакует задержание советских агентов с чертежами деталей Конкорда. Острый на язык журналисты приклеивают к 144-му обидный ярлык. Конкордский. Обыватели не знают, что на самом деле советские и европейские специалисты даже сотрудничают по отдельным направлениям. В начале 60-х между Францией и СССР складываются доверительные отношения. Никита Хрущев и генерал Деголь договариваются о взаимном научно-техническом сотрудничестве. Советская делегация посещает линию сборки Конкорда. Но, как только мы входили в КБ, наш визит строили так, чтобы не останавливаться ни около каких-либо досок чертежных. К нам были представлены полковники в штатском, которые тщательно за нами наблюдали все время. У меня, например, нет абсолютно никаких сведений о том, что мы что-то там заимствовали. Больше того, аэродинамика и геометрия крыла, скажем, это основное в этом самолете, она была сделана совершенно по-другому. Ту-144 и Конкорд по своим параметрам очень близки. Принципиально разной внешности у этих машин быть не могло. Но есть и существенные отличия. У нашего самолета двигатели расположены близко к фюзеляжу, а у Конкорда под крылом. Ту-144 тяжелее на 7 тонн, длиннее на 5 метров и перевозит на 40 пассажиров больше. Существенно отличается у Ту-144 форма крыла. Она более совершенная, чем у Конкорда. В мае 69-го проходит презентация Ту-144. Пресс-конференция с участием отца и сына Туполевых вызывает огромный интерес. Среди лавины вопросов один весьма пикантный. Когда иностранные авиакомпании смогут приобрести сверхзвуковой лайнер? Советские газеты поторопились сообщить о запуске Ту-144 в серийное производство. И около 20 крупных авиаперевозчиков сразу же выстроились в очередь за новым самолетом. Одновременно на аэрокосмическом салоне в Лебурже впервые демонстрируется и Конкорд. Первые лица государства поднимаются на борт суперсоника. Ту-144 и Конкорд еще не настоящие пассажирские самолеты. А, как говорят в авиации, нулевки. Это опытные машины. Они еще только учатся летать. Ту-144 впервые выходит на сверхзвук. Звуковой барьер преодолевает и Конкорд. Ту-144 демонстрируется на авиасалоне в Лебурже. Первый полет серийного Конкорда. Первый полет серийного Ту-144. Мировой тур Конкорда. Показательные полеты в десяти столицах мира. Смерть Андрея Николаевича Туполева. Генеральный конструктор Алексей Андреевич Туполев на борту нового пассажирского лайнера Ту-144. Пресс-конференция проходит на высоте 13 тысяч метров за звуковым барьером. В полет на первом серийном Ту-144 приглашаются журналисты. Сам Алексей Туполев тоже летит на нем впервые. Теперь он генеральный конструктор и на правах хозяина приглашает гостей разместиться в салоне. Во время взлета газовые струи четырех мощнейших двигателей срывают покрытие полосы. Садиться придется на запасном аэродроме. С тех пор 144-й во Внуково больше не появлялся. Среди участников того полета был корреспондент комсомольской правды Геннадий Бочаров. Сам полет, когда мы взлетели, он проходил без эмоций, я бы так сказал. Эмоции наступили тогда, когда мы поднялись на 17 примерно тысяч. И потемнело очевиднейшим образом все, хотя было яснейшее утро летнее. Солнце мне представилось ртутным шариком, который вот так в потьмах так как бы скользило. Один вопрос последний. Для чего все это нужно? Куда мы все торопимся? Ну, природа, человек так устроены, что он всегда стремится и идет вперед. Прогресс в технике не имеет обратного хода. Если уже долетел человек из Москвы на Дальний Восток за три часа, он в следующий раз будет стараться лететь за три часа. Вот сегодня мы летали полтора часа, мы могли уже сесть в Париже. Я думаю, что в следующий раз мы так сможем и сделать. Именно этот самолет с бортовым номером 77-102 через полтора месяца окажется в Париже и погибнет там в авиакатастрофе. 3 июня 1973 года. Авиасалон «Лебурже». За час до катастрофы. Французская телевизионная группа обращается с просьбой снять работу экипажа Ту-144. Руководитель испытаний генерал-майор Владимир Бендеров берет кинокамеру и поднимается на борт. С первого же фигуры мы увидели, что они пошли по графику полета Конкорда. Ёлка, мы его так взяли за голову. Что же сейчас будет? Когда пошла на третий заход, ну, у меня сразу осторожность появилась, потому что не должны они были третий заход делать. метров тридцать было высоты до 2ПП. И пошел градусов от 45-50. Когда самолет набирал высоту, они увидели «Мираж» над собой. Пилот французского самолета-разведчика «Мираж» получил задание сфотографировать работу передних крылышек Ту-144, тех, что так заинтриговали западных специалистов. И они от него отвернули. Потом вот так вот так вот резко вот так вот носом опустился прямо под 90 в землю и посвистел к земле. Пилоты пытаются вывести машину из пикирования, но она не выдерживает перегрузки и разваливается. Обломки самолета падают на городок Гусенвиль, находящийся недалеко от Лебурже. Среди разрушенных зданий городская школа. Жертвами катастрофы стали пятеро детей и двое взрослых. Десятки людей ранены. Погиб экипаж Ту-144. Командир корабля Михаил Козлов. Второй пилот Владимир Молчанов. Штурман Георгий Баженов. Руководитель испытаний Владимир Бендеров. Ведущий инженер Борис Первухин. Бортинженер Анатолий Дралин. Мы когда вот ночью вечером приехали туда, искали место, где упал экипаж, когда нашли мы это место, я там увидел руку Баженова с его, значит, кольцом. Кошка там погибала, очень сильно кричала. Жуткая такая картина была. Неприятная. Советских специалистов не допускают к обломкам. Подключаются дипломаты. Удается договориться о совместном расследовании катастрофы. Наши под присмотром французских спецслужб тщательно исследуют место гибели самолета. Черный ящик находят в разрушенном состоянии. Где кассета с записью параметров полета неизвестно. Нашли мы, значит, в ведре француза, который убирал мусор с огорода своего. Когда мы ее взяли в руки, поняли, что это кассета, то, что мы ищем. Записи черного ящика тайно вывозят с места катастрофы, а затем переправляют в СССР. Французы делают вид, что ничего не замечают. Они не заинтересованы, чтобы причиной гибели нашего самолета считались технические неполадки. Ту-144 называют Конкордским, значит, будет брошена тень и на сам Конкорд. Французская комиссия совместно с советскими экспертами проводит тщательное исследование обломков. Наконец, найдена взаимоприемлемая версия катастрофы. В зоне пилотажа оказался французский фоторазведчик Мираж. Русский пилот, уклоняясь от столкновения, мог предпринять резкий маневр. При этом производивший киносъемку член экипажа мог выронить камеру, а она могла заклинить штурвальную колонку. В конце текста заключения говорилось, никакого материального доказательства не было найдено ни для того, чтобы подкрепить эту гипотезу, ни для того, чтобы ее опровергнуть. В этих условиях эксперты пришли к заключению, что причины катастрофы должны быть объявлены неустановленными. Через три недели после гибели Ту-144 происходит солнечное затмение. На Конкорде проводится уникальный научный эксперимент. Лайнер в течение 80 минут летит вслед движению Солнца, чтобы ученые могли наблюдать редкое природное явление. Солнечное затмение всегда считалось дурным предзнаменованием. 73-й год становится для англо-французского самолета неудачным. Правительство США запрещает сверхзвуковые полеты Конкорда над своей территорией. Жители против грохота взлетающих Конкордов. Экологи говорят о разрушении озонового слоя. Наконец, ставится проблема звукового удара, который сопровождает полет на сверхзвуки. От него разваливаются ветхие постройки и вылетают оконные стекла. Двумя годами раньше Сенат Соединенных Штатов прекратил финансирование проекта сверхзвукового Титаника. Самолет получался фантастически дорогим даже для богатейшей державы мира. Зато американцы побывали на Луне. Тем временем на сцену выходит эпохальный Боинг 747. Америка празднует победу над Европой. Он берет на борт без малого 500 пассажиров. Широкий рынок сбыта для нового самолета гарантирован. Но самые черные дни Конкорда настают осенью 73-го. Арабо-израильский конфликт спровоцировал резкий подъем цены на нефть. Сверхзвуковые самолеты сжигающие огромное количество топлива становятся нерентабельными. Из запланированных 200 Конкордов строится всего 16. Столько же будет изготовлено и Ту-144. В Советском Союзе у доктрины сверхзвукового воздушного транспорта тоже имеются влиятельные противники. Новым министром гражданской авиации назначается Борис Бугаев в недавнем прошлом личный пилот Леонида Брежнева. Дает предпочтение более дешевым дозвуковым самолетам. Оглядываясь на американский Боинг-747 в ОКБ Ильюшина проектирует широкофюзеляжный аэробус Ил-86. Но есть решение 24-го съезда КПСС. К 75-му году Ту-144 должен выйти на трассы. Министр Бугаев отчетливо понимает, что кроме головной боли это ничего не принесет. Внедрение самолета потребует коренной перестройки всей инфраструктуры аэрофлота. Катастрофа Ту-144 в Лебурже срывает график испытаний. Делается все возможное, чтобы наверстать упущенное время. Но на стол Бориса Бугаева регулярно ложится информация обо всех неудачах и проблемах, связанных с этим самолетом. Между генеральным конструктором Алексеем Туполевым и министром гражданской авиации складываются непростые личные отношения. Борис Павлович конечно был очень мужик классный, любил подобострастные к себе отношения. Тень великого отца не позволяет Туполеву младшему заискивать перед министром и он пытается найти поддержку в самых верхних эшелонах власти. Случай представляется, когда в ОКБ приходит заказ сделать аэроглиссер для охотничьих угодий Леонида Брежнева. Известно, что генсек страстный любитель пострелять и прокатиться с ветерком. Алексей Туполев лично контролирует выполнение заказа. Фирменный логотип Ту на штурвале будет напоминать о тех, кто сделал столь приятный подарок. Летом 77-го Брежнев совершает государственный визит во Францию. Ему демонстрируют конкорд, который уже год как выполняет пассажирские рейсы в Бахрейн и Рио-де-Жанейро. Французы его отчаянно хвалили. Это Брежневу очень не понравилось. Задело его самолюбие и он сказал Бугаеву, который его сопровождал, что ж ты, Боря, у нас же есть такой самолет, а ты французы показывает, а мы нет. Ну-ка, прикажи, чтобы там побыстрее его тоже мы могли показать и похвастать русским техническим гением. Начало пассажирских рейсов назначено на 1 ноября 77-го, к 60-летнему юбилею Октябрьской революции. Проводить лайнер приезжает лично министр Бугаев. Рапорт отдает командир экипажа Борис Кузнецов. Там корреспондентов было около двухсот человек всяких. Разные теле, кино, каких только не было. Пассажиры, среди которых находится и Алексей Туполев, поднимаются на борт по специально спроектированному самоходному трапу с крышей и освещением. Заняли рабочие места в 8.30 вылет. Пора уже запускать, а мы не запускаем. Что такое? Оказалось, что накануне, во время демонстрации высокому начальству Чудо-трапа, у него подсели аккумуляторы и он отказал в самый ответственный момент. Туда-сюда быстренько буксир, трап подхватили, трос вот большой, палец толщиной, хряча нету, а трап не с места. В авральном порядке пригоняют мощный тягач и он с пронзительным скрежетом оттаскивает злосчастный трап от самолета. За всей этой суматохой наблюдает Бугаев. К прилету готовили банкет вроде большой в связи с такой чеканул перчаткой никаких банкетов. Сервис на борту авиалайнера организован на высшем уровне. Пассажиров угощают икрой, экзотическими фруктами и марочным коньяком. Однако пилотам не до деликатесов. Некогда тут пока взлетишь, пока туда-сюда не успел обернуться, уже тебе снижаться надо. Экипаж одет в специальные компенсирующие жилеты и шлемофоны. В случае разгерметизации пилоты не потеряют сознание и спасут пассажиров. Западных журналистов это настораживает, ведь пилоты Конкорда одеты только в форменные костюмы. На Алексея Туполева посыпались вопросы. Можно ли Ту-144 считать надежным самолетом? Ответ генерального категоричен. Создатели самолета сделали все возможное для безопасности и удобства пассажиров. Ведь трудно, например, предположить, что температура наружной поверхности лайнера достигает плюс 120 градусов. На земле проводились специальные термические испытания фюзеляжа. Чтобы обеспечить комфорт, внутри этой духовки сделана специальная система кондиционирования. Салон отделан негорючими материалами. При испытаниях роль экстремальных пассажиров досталась лабораторным мышам и Иван Иванычу. Так по старой традиции величают манекены. Как над ними только не измываются. И дымом травят, и пламенем пытают. Ровно через два часа после взлета, преодолев 3200 километров, Ту-144 приземляется в Алма-Ате. Светы, журналисты, поздравления от представителей ЦК Компартии Казахстана. В расписании столичного аэропорта Домодедова появляется новый рейс Москва-Алма-Ата. Полеты раз в неделю. Билет 68 рублей. Всего на два червонца дороже, чем на обычном самолете. Через три недели после начала регулярных полетов Ту-144 Конкорд совершает первый коммерческий рейс Париж-Нью-Йорк. За билет надо отдать 2500 долларов, втрое больше, чем за аналогичный перелет на Боинге 747. Высочайший сервис призван компенсировать тесноту салона. 6000 километров Конкорд преодолевает за 3,5 часа. В шутку говорят, что дольше выдержать просто невозможно. Советский Ту-144 заметно просторнее, но наш авиалайнер строился прежде всего для полетов на Дальний Восток. Высокий расход топлива не позволяет осуществить эти планы. Реальная дальность почти в полтора раза меньше расчетной. Среди летного состава была такая притча. Летать на Ту-144 это что целоваться стикером. Пилоты знают резерва топлива у них нет. Если основной аэродром не принимает, а единственный запасной вдруг закрывается по метеоусловиям, сажать лайнер будет попросту негде. Каждый полет все аппарат министерства стоял на ушах. Каждые 15 минут все мы отслежили какая погода на основном в Алма-Ате, на запасном в Ташкенте, какой ветер на высоте и так далее, и так далее. Для увеличения дальности нужны более экономичные двигатели. Их разработка поручена коллективу главного конструктора Колесова. Но на моторном заводе условий конструкторам не обеспечили. Да и общественные нагрузки порой были главнее выполнения прямых профессиональных обязанностей. Нужно было на полигон испытывать на этом двигателе реверс. И вдруг команда идет от директора завода, что никаких полигонов все на картошку и поехали там убирать картошку. Наконец новые двигатели готовы. Начинаются испытания новой версии Ту-144 с литерой Д дальней. 23 мая 78 года самолет с бортовым номером 77111 выполняя заключительный полет по программе испытаний терпит катастрофу. Два члена экипажа погибают. Трагедия не имеет прямого отношения к машинам летающим по трассе Москва-Алма-Ата. Тем не менее в судьбе роковое решение. Пассажирские рейсы отменяются. Но говорят, что целую ночь Алексею Андреевичу не давали спать звонки телефонные. Все время давили на него, чтобы он отменил этот рейс. В эту ночь Алексей Туполев вспоминает своего отца. Как не хватает его поддержки, его авторитета, чтобы выстоять под жестким прессингом якобы добрых советов. Комиссия определила причину катастрофы. разрушился топливопровод. Пожар двигателя спровоцировал сам экипаж, запустив вспомогательную силовую установку. Вина летчиков казалась очевидной, но надо было учитывать, что испытания проводились в авральном порядке, под постоянным давлением начальства. Сразу после происшествия на базу в Жуковский приезжает Алексей Туполев и объявляет общее собрание летного состава. Все надеются, что услышат правду о трагедии и смогут сами высказаться о наболевшем. Ну, встал я и стал говорить, что вот у нас там обман, там приписки. И что вы думаете, он мне не дал договорить. Он заорал. Вы что у меня подумаете, за проходной и все, и я наберу тут того, как вам надо. И тем самым я уже потом догадался, что он ушел от основного ответа. Как же так случилось? Почему так? Вот именно эта катастрофа. Генеральный считает, что во всех неудачах Ту-144 виноват летный состав. Здесь следует вновь обратиться к трагедии, случившейся в Лебурже в 73-м. Как мы помним, тогда записи черного ящика тайно доставили в Москву и расшифровали, но результат сразу засекретили. До недавнего времени настоящую причину катастрофы знали только несколько человек. Алексей Туполев в их числе. Пришло время узнать неизвестные ранее детали той истории. На машине были такие блоки, которые впервые поставлены на борт для испытания. Перед отлетом самолета на авиасалон снимался сюжет для кинохроники. На экране хорошо виден блок экспериментальной аппаратуры автоматического управления. Вот он, за креслом командира. В спешке перед авиасалоном блок не был отключен. Пульт управления этой системой должны были закрыть крышкой и опечатать. На месте катастрофы пульт был найден открытым и без пломбы. Они включили систему для улучшения характеристик маневренности, для увеличения эффективности рулей. Кто пошел, это я вам с полной уверенностью могу сказать, что только не экипаж, что только не командир. Я был где-то метров тридцати от самолета и я слышал, как громко сказал командир. Махнул рукой и сказал. по-русски дальше идет убиваться, так будем все вместе. Можно с большой долей уверенности сказать, что вопреки мнению Алексея Туполева вины летчиков в катастрофе не было. Руководителям советской делегации нужен был сиюминутный успех и мировое признание. После долгих споров летчиков уговорили пойти на неоправданный риск. Экипаж надеялся, что машина не подведет и стал первой жертвой в битве за сверхзвук. В конце 1977 года на экраны советских кинотеатров выходит лирическая комедия режиссера Георгия Данелия. Одним из героев второго плана становится Ту-144. Какими судьбами? Да вот Дели не принимает. Ну а ты как? Где ты? Я вот кур вожу голландских. Стрела стратосферы так неофициально называют Ту-144. Для экипажей аэрофлота этот самолет остается далекой недостижимой мечтой. А до индийской столицы он никогда не долетит. Как-то мы поднялись на высоту 20 километров и очень удивительно звезды видно среди бела дня черное небо и звезды видно. Конкорд ежедневно летает из Лондона и Парижа в Нью-Йорк и обратно. Пассажиры деловые люди и знаменитости в числе которых королева Англии и Папа Римский. По особо торжественным датам англо-французский Конкорд гордо пролетает над Елисейскими полями или Букингемским дворцом. Подсчитано, что каждый самолет обошелся создателям в 350 миллионов долларов. Боинг 747 стоит в три раза меньше. Покупателей на Конкорде не нашлось, поэтому 12 суперсоников были проданы авиакомпаниям Air France и British Airways за символическую сумму в 1 франк за штуку. Только на этих условиях перевозчики могли окупить полеты. Всего на весь проект Конкорд было потрачено 17 миллиардов долларов. Ту-144 обошелся дешевле, но точная цифра неизвестна. Мы никогда не умели считать свои расходы. Утром 31 июля 1980 года для выполнения очередного испытательного полета с аэродрома Раменское взлетает Ту-144 Д. Этот самолет должен наконец-то открыть долгожданные рейсы в Хабаровск. Самолет набирает высоту 16 тысяч метров и достигает двойной скорости звука. Вдруг неожиданно, но совершенно, абсолютно. Вот представьте себе, что самолет вот влетел снаряд и разорвался. Срабатывает сигнализация пожара двигателя и помпажа. Включается противопожарная система. Экипаж идет на экстренное снижение. Борт мне инженер докладывает. Радостная вещь. По командирам пожар потушен. Самолет несется к земле на сверхзвуковой скорости. Земля лезла, как будто не ты снижаешься, а земля лезет на тебя. Летчики пытаются вывести самолет из пикирования, но не хватает хода штурвала. Мне как озарило. Отдаю штурвал от себя. сознательно отдаешь штурвал от себя. Чтобы в такой ситуации отдать штурвал в еще большее пикирование, летчику надо буквально переступить через себя. Резко отдал и резко взял. И посмотрел, самолет немножко что-то шевельнулся. И он, значит, вот так закачался немножко самолет и смотрю уголочек чуть-чуть-чуть-чуть-чуть увеличился, увеличился, увеличился. А я что-то за прибором смотрю, а он на единичке вот остановился около единички и стоит. Потом раз, пух, все приборы сработали, перешло надо звук. Фу, вот это уже все. Пилотам с огромным трудом удается посадить израненную машину. Когда подошли к двигателям, увиденное врезалось в память. Мотогондола представляла себя вот как в мешке гвозди, когда спутанные все лежат. Вот из мешка во все стороны торчат гвозди. Вот так тут торчали лопатки. Ту-144 показал себя живучей машиной. В катастрофической ситуации самолет не сгорел и остался управляемым до самой посадки. Но двигатели отправляют на доработку. Это означает, что планы полетов на Дальний Восток опять сорваны. Тем временем на линии выходит аэробус Ил-86. Широкофюзеляжный самолет перевозит 350 пассажиров в два с лишним раза больше, чем 144-й. Над Туполевской машиной сгущаются тучи. В конце 1981 года должны начаться рейсы в Красноярск. Наконец доведенный двигатель ставят на заводской испытательный стенд. Но злой рог преследует Ту-144. Двигатель разрушается. Полеты откладываются вновь. В 1982 году умирает Брежнев. У новых руководителей страны свой взгляд на сверхзвуковой авиалайнер. Потрачены огромные деньги, а от самолета так и нет никакой отдачи. Нужна ли вообще эта капризная и безумно дорогая игрушка? В начале июля 1983 года выход постановление правительства о прекращении работ по Ту-144. В судьбе самолета поставлена точка. Конкорды будут летать еще 20 лет и перевезут 3 миллиона пассажиров. Но 25 июля 2000 года самолет со 113 пассажирами на борту потерпел катастрофу. По злой иронии судьбы Конкорд упал всего в 5 километрах от места гибели Ту-144 во время авиасалона в Ле-Бурже. 24 октября 2003 года Конкорд совершает последний рейс Нью-Йорк-Лондон и навсегда становится музейным экспонатом. 17 марта 1996 года. Аэродром Раменское. На летной базе фирмы Туполева в торжественной обстановке проходит презентация Ту-144 ЛЛ. Эти две буквы в конце обозначают летающая лаборатория. Соединенные Штаты решили возродить свой проект суперсоника. Американцам необходимо провести ряд экспериментов на борту самолета наиболее близкого к лайнеру будущего. После всестороннего изучения вопроса предпочтение отдается русской машине, а не европейскому Конкорду. Спустя два года программа исследований успешно завершится. Накопленный материал станет основой для будущего сверхзвукового пассажирского лайнера. А последний Ту-144 стоит на дальнем конце приангарной площадки. Гордая птица в одиночестве взирает на летящих высоко в небе до звуковых собратьев и терпеливо ждет своего часа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok